Здравствуйте! Вы смотрите новости пятого канала в студии Кристина Куч и в начале выпуска коротко о главных темах. Они на помойке лазают, едят этот покорм, и дать остатки остаются соки там или что еще. В каннских социальных сетях бурно обсуждается новое увлечение местных подростков. Камеры уличного видеонаблюдения засняли, как с виду приличные ребята роются в мусорных мешках и собирают остатки пищи. ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ Госавтоинспекторы напомнили каннским автолюбителям о правилах дорожного движения в виде беседы и вручения тематических памяток прямо в центре города. В процессе мероприятия не обошлось без нарушений, которые были пресечены дорожными полицейскими. С днем военно-морского флота России! Накануне свой праздник отметили моряки. В этом году военно-морскому флоту исполнилось более 300 лет. Поздравить моряков собрались как друзья, родственники, так и артисты нашего города. Рыбаку из Каннского района грозит денежный штраф за незаконный улов рыбы. На автодороге Каннск-Комарова дорожные полицейские остановили автомобиль под управлением местного жителя. В результате осмотра транспортного средства сотрудники ГИБДД обнаружили в багажнике карасей и окуней свыше 130 штук, а также резиновую лодку и 8 сетей. Добычу и орудие улова у мужчины изъяли, а взамен составили административный протокол. Теперь любителю порыбачить предстоит выплатить штраф до 5000 рублей. Странное и даже неприятное увлечение каннских подростков сняли камеры уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как юноши копаются в мусоре и достают оттуда бутылки с недопитой газировкой. Данное видео появилось в местных соцсетях и сразу вызвало большой резонанс. Как утверждает его автор, подобное происходит часто. Несовершеннолетние достают остатки пищи и употребляют их. Подробности далее. На этих кадрах видно, как вполне прилично одетые парни разрывают мусорные пакеты один за другим. Из них они извлекают пластиковые бутылки. Пустые выкидывают, а вот те, в которых что-то осталось, отбрасывают подальше. Затем один из подростков подходит и собирает все к себе в рюкзак. Произошло это у контейнеров вблизи забора местного кинотеатра. Как рассказали охранники, случай уже не первый. Уже, наверное, они год этим занимаются. Оттуда выкидывают мешки сюда. Там, видать, гоняют их около космоса. Они сюда выкидывают. И здесь они на помойке лазают, едят этот покорм. Видать, остатки остаются. Соки там или что еще. Он приходит, периодически мы их выгоняем тоже. Когда видеоролик появился в местных соцсетях, то сразу вызвал большой резонанс. Среди обсуждающих нашлись и те, кто попытался защитить подростков. Мол, ребята просто крышки собирают. Однако, почему в сумку пошли только бутылки с остатками, остается вопросом. В любом случае, говорят медики, если употребить содержимое, то последствия могут быть крайне плачевные, вплоть до летального исхода. Полежащий открытый лимонад в течение дня на солнце, по сути, превращается в такой коктейль, бурлящий из любых бактерий, любого вида, то есть самых болезнетворных, опасных, начиная пешечной палочкой, заканчивая чем угодно. Как оказалось, в поиске пищи в мусорках довольно популярное движение в интернете. Видео, в которых люди питаются с помоек, собирают по миллиону просмотров. Например, автор данного ролика решил приготовить блюдо из найденных ингредиентов прямо возле контейнеров. Из баков он достает мясо, натыкается на кашу с собачьими волосами, находит и многое другое, с чего в итоге и получается его горячий обед. Кашка аппетитная, просто песня. Помойка кормит рыбитушечки, просто сказка. Очень вкусно. Постановочные подобные видеоролики или нет – вопрос другой. Проблема в том, что некоторые впечатлительные подростки вполне могут взять пример с таких поваров и подхватить страшную инфекцию. Поэтому беседовать с детьми нужно даже на подобные крайне неприятные темы. Денис Шабуров, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5 канал. Дорожные полицейские напомнили автолюбителям «Канска» о важности соблюдения ПДД. Профилактическое мероприятие провели на оживленном участке дороги по улице Гитуева. Сотрудники госавтоинспекции обратили особое внимание на соблюдение водителями правил обгона, скоростного режима, требований дорожных знаков и разметки. В разъяснительной беседе они напомнили, что при совершении маневра важно правильно оценить интенсивность движения и особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические особенности, а также вручили тематические памятки. Кроме того, в ходе мероприятия автоинспекторами было пресечено более 10 нарушений правил дорожного движения. В отношении водителей составлены административные материалы. Прямо сейчас вас ждут новости Каннского района и сразу после небольшой рекламы вас ждет блок коротких новостей. Далее вы узнаете, как прошел праздник ВМФ в нашем городе и о погоде на месяц. Не переключайтесь. Ремонт участка автомобильной дороги Каннс-Комарова подходит к завершению. Напомним, замена дорожного полотна осуществляется с 8 по 17 километр в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Все в планах у дорожников, кроме укладки нового асфальта, было нанести разметку, обновить знаки, сделать новые ограждения, освещение и установить железобетонные остановочные павильоны. Сдать объект планируют в ближайшее время. Строительство двух жилых домов в Любаве продолжается. Напомним, их возводят взамен сгоревшего двухквартирного дома во время майских пожаров. Материальная помощь была получена в соответствии с указом губернатора Александра Уса о социальной поддержке погорельцев. Сейчас работа по строительству домов и современных материалов идет по плану. Заказчиком выступает Управление капитального строительства Красноярского края. Школьники из Каннского района приняли участие в 10-м форуме «Тим Юниор» развиваться в медианаправлениях креативных индустрий. Отправились и Велина Белкина из Макруши, Велета Чухломина и Анастасия Денисова из Филимонова. Школьницы изучили издательское дело и журналистику, а также узнали все тонкости тележурналистики о спидкера федерального и регионального уровней. Второй тур первенства Каннского района по футболу 2022 года прошел в Бражном. Игра против команды из Георгиевки выдалась очень напряженной, но по итогу хозяева территории выиграли матч. Тем временем в Георгиевке прошел турнир по мини-футболу. В традиционных соревнованиях памяти Сергея Беговатова, воина-интернационалиста, погибшего в Афганистане, приняли участие 6 команд. Победителями стала команда села Георгиевка. В Чичуле 6 августа пройдет день физкультурника, участники будут соревноваться сразу по нескольким видам спорта. Дартс, стрельба, легкая атлетика, стритбол, гиревой спорт, перетягивание каната и пляжный волейбол. Торжественное открытие будет в 10 часов утра. Редактор Деталь обеспечивает запчастями не только Каннский район, но и всю восточную зону Красноярского края. Дилерские договоры с ведущими поставщиками и производителями страны, индивидуальный подход к каждому клиенту позволяют обеспечивать максимальное наличие ассортимента запчастей и принадлежностей для ремонта техники. Трактор Деталь с 2019 года является официальным дилером марки «Штиль» и осуществляет продажу, гарантийное и послегарантийное обслуживание всего ассортимента этой марки. Трактор Деталь осуществляет доставку товара собственным транспортом до склада покупателя. Трактор Деталь. Мы всегда готовы к сотрудничеству. Для современного человека ежедневный стресс, плохая экологическая обстановка стали обычными спутниками жизни. Разумеется, со временем наш организм начинает ослабевать. К счастью, сегодня существует отличная возможность пройти профилактические процедуры для эффективного лечения целого ряда хронических заболеваний, а также успокоить свою нервную систему и улучшить иммунитет в санатории-профилактории «Березка». «Березка» – это место профессионализма медицинского и обслуживающего персонала, комфортных условий отдыха, чистейшего воздуха и живописной природы. На станции «Ланская» в очередной раз поезда сняли буйного пассажира. Изрядно выпивший мужчина ехал в вагоне-ресторане. Он вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, мешал работникам, на замечание угрожал физической расправой, а после ударил официантку, начальника поезда и пассажира. До прибытия сотрудников транспортной полиции дебоширу связали руки и ноги специальными пластиковыми наручниками. Перевозчик высадил мужчину из поезда, полицейские доставили его в дежурную часть. Сейчас ему грозит до 7 лет тюрьмы за хулиганство. В Госдуме предлагают выдавать бедным россиянам скидочные карты. Об этом пишет портал «Все42.ру» со ссылкой на известие. Поправки планируют нести в закон о государственной социальной помощи. Законопроект ориентирован на помощь малоимущим гражданам, доход которых ниже прожиточного минимума. Так, пластиковая карта с индивидуальным номером позволит людям из данной категории покупать товары, продукты, лекарства и оплачивать услуги со скидкой. Отмечается, что бизнес будет присоединяться к инициативе добровольно. Также магазины и аптеки будут решать, какое время предоставлять скидки, на какие конкретно товары и услуги будут распространяться действия карты и определять размер дисконта. Авторы законопроекта предполагают, что он может вступить в силу уже 1 января следующего года. Игры медвежат попали на видео. Очевидцы в Нюрбинском улусе в Якутии засняли, как трое медвежат забираются на дерево. Они умудрились втроем залезть на одну ветку, но та не выдержала веса маленьких хищников и по итогу сломалась. В телекомпании «Канск-5 канал» организован пункт сбора гуманитарной помощи для граждан из Донецкой и Луганской народных республик. До 5 августа включительно в будние дни с 9 до 17.00 по адресу улица Урицкого, 11, все желающие могут принести в офис редакции продуктовые наборы долгого хранения, муку, крупы, консервы, специи. Телефон 8-391-61-205-20. Военно-морскому флоту России исполнилось 326 лет. В последний день июля по доброй традиции жители Каннска отметили этот праздник на правобережной набережной. Там у мемориала всех присутствующих ждала торжественная программа. Как все прошло, расскажем далее. В этот добрый день можно говорить очень много хороших и добрых слов. Но хочется пожелать вам три вещи, которые важны для каждого моряка. Это чтобы на берегу всегда кто-то ждал, чтобы здоровье было отменным, и чтобы команда друзей, которая вас окружает, была надежной и стойкой. С днем военно-морского флота России! Поздравить военных моряков и ветеранов службы с их праздником пришли десятки людей. Это обычные прохожие, друзья, родственники и семьи виновников торжества. К слову, последние поделились, какими же являются в повседневной жизни представители военно-морского флота России. Наш папа очень добрый. Помимо того, что он военнослужащий, такой сильный, мужественный, в семье он добрый, мягкий. Ну, что еще сказать? Всегда заботится о нас, всегда старается сделать для нас все самое лучшее. Поэтому мы за ним, как за каменной стеной. Этот праздник у вас, понятное дело, семейный. Вот расскажите, что дала вот эта служба? Ну, что она дала? Любовь к морю дала. Как бы вот сейчас служу в других войсках. Получается, 13 лет отслужил в военно-морском флоте. Как бы считаю, это свой профессиональный праздник. Ну, и отмечаю его каждый год, постоянно. Поздравили со сцены моряков и представители других родов войск. В своей речи они выразили большое уважение в МФ. Также свой подарок в виде выступлений преподнесли и артисты города. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Не забыто остались и те, кто не смог побывать на этом празднике. Минутой молчания присутствующие почтили память героев, что не вернулись когда-то домой. Также в их честь были возложены цветы к мемориалу и спеты песни. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Пять лет, десять, двадцать, да даже пятьдесят. Сколько бы времени со дня демобилизации не прошло, говорят моряки. Свою службу помнят, словно это было вчера. Отмечают, армию во снах до сих пор видят. Побывали в шести странах, везде показывали, что такое есть советские моряки, русские люди. Участвовали в празднике, в параде в Эфиопии. Там с Москвы привезли для этого праздника оркестр. Прилетел адмирал, и вот мы там выступили, прошли лучше всех. И там девять человек упало, вырубилось, пока стояли. Ну, а мы выстояли русские люди. Служил три года, естественно, с 69 по 72 год. На подводной лодке дизельной С-13 в отпуск приезжал. Там элиминаторы, видите ли, рыбы, акулы или что. Никаких там нет элиминаторов. Все, идет лодка по приборам, глубина, значит, по карте глубин. Завершилось торжественное мероприятие, посвященное дню ВМФ России залпом в воздух. Ну, а после моряки отправились к своим автомобилям, чтобы единой колонной проехать по городу. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Последний летний месяц порадует горожан теплой погодой. Синоптики прогнозируют, что август будет щедр на жаркие и солнечные дни. Согласно информации гидромедцентра, грядущий месяц будет на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Так, средняя температура ночью будет придерживаться отметки плюс 10, плюс 15 градусов. В дневное время суток 25-30, со знаком плюс. И лишь несколько дней в августе станут прохладными и дождливыми. Первая пятидневка у нас там понижение температуры 18-23, которые будут сопровождаться ливневыми осадками, грозами. Вот в середине месяца еще будет наблюдаться такая погода. И последняя пятидневка августа. На этом у нас все сразу после выпуска новостей. Вас ждет рубрика «Полезно знать». С вами была Кристина Кущ. Всего доброго. До свидания. Открылся новый филиал «Акционерное общество Губернские аптеки» номер 246 по адресу Московская, 55. У нас большой ассортимент лекарственных препаратов, БАДов и медицинской техники. А также открылся отдел «Ветеринарной аптеки» номер 70, где вы найдете все для своих питомцев. «Акционерное общество Губернские аптеки» наш адрес Московская, 55. Особенностью «Акционерного общества Губернские аптеки» является собственное производство аптечной косметики, которая изготавливается руками фармацевтов. У нас вы сможете найти и протестировать такую линейку косметики, как уход за лицом, уход за волосами, уход за руками, антивозрастной уход, уход за телом и многое другое. Подберите свой набор аптечной косметики и наслаждайтесь здоровьем и отражением в зеркале. Наш адрес Московская, 55. Сеть АЗС «Алмал» объявляет акцию 2 рубля за наш счет. Только с 27 июля по 10 августа скидка 2 рубля на каждый литр любого топлива. Топливная компания «Алмал» – это более 40 АЗС по краю топлива, качество ГОСТ, удобное расположение и тысячи довольных клиентов. «Алмал» – ваш надежный партнер в пути. Папа! Агенты, прохожу первый периметр безопасности. Приготовились. Три, два, один, три! Агенты, спасибо за поддержку. Миссия выполнена. Сюрприз! Сюрприз! Настрой свою безопасность. Подключи домофон 2.0 от компании «Орион Телеком». Сюрприз! До новых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...